То, что говорят депутаты, в данном случае прекрасно. И речь, как я понимаю, идет о том, чтобы создать единый учебник-историк, по которому будут преподавать историю во всех школах страны. Это здорово, только на самом деле это очень поздно, потому что, к сожалению, депутаты слабо себе представляют, как живут вообще современные школьники, откуда они черпают информацию. Так вот, я могу сообщить и господам депутатам о том, что когда школьника просит написать какой-нибудь реферат, он сейчас не залезает в учебник, он идет в Википедию. И я понимаю, что это звучит дико, наверное, но депутатам стоит на самом деле заботиться вопросом того, каким образом отечественная история представлена именно в интернете, и особенно в Википедии, которая на самом деле сегодня стала стартовой страницей для школьника при написании любых работ в рамках школьного курса. И там на самом деле проблем очень много. Я не так давно ради интереса посмотрел, как освещены многие события, принципиальные истории, в частности, там, Великая Отечественная война. И у меня есть некие сомнения о том, что та точка зрения, которая преимущественно отражена там, она является, скажем так, приемлемой для российского государства. И вот на самом деле много денег не потребует. Создайте просто группу профессионалов, молодых учителей, которые займутся корректировкой содержания отечественной Википедии в части российской истории. Это гораздо дешевле, чем, наверное, проведение одного большого какого-нибудь заседания в Государственной Думе на тему пропаганды, патриотизма в рамках школьного курса. Продолжение следует...